В эфире итоговый выпуск Петровки 38. Я Максим Сазонов. Здравствуйте. За несоблюдение масочного режима в общественном транспорте москвичам выписано штрафов более чем на 200 миллионов рублей. В последние недели контролеры и полицейские усилили профилактическую работу. Рейды проводятся ежедневно в транспорте, в магазинах и торговых комплексах. Денис Бушуев посмотрел, как реагируют на требования надеть маски и перчатки москвичи, когда в городе сняты практически все ограничения. Берегите себя и здоровье окружающих вас людей. Носите маски и перчатки. Такие слова пассажиры метро слышат ежедневно. Однако некоторые продолжают удивляться, когда полицейские останавливают их за нарушение этих простых правил. Где ваши средства индивидуальной защиты? В кармане. В кармане. Вот, имейте в виду, надо на себе носить, а не в кармане. Я вас понимаю, всё без вопроса. Понимающих, но вечно забывающих про собственную безопасность и здоровье окружающих хватает. Встречаются граждане из принципиальной позиции. Это же моя личная ответственность за моё собственное здоровье. Всё верно, но не в общественном транспорте в период пандемии. Объясняют стражи порядка изо дня в день уже почти три месяца. Данные мероприятия происходят ежедневно на центральных станциях и узлах метрополитена, чтобы показать людям, что данный перчаточно-масочный режим никто не отменял. Так называемый масочный режим действует в Москве с 12 мая. В закрытых помещениях, в местах, где собирается много людей, а это как раз и есть общественный транспорт, средствами индивидуальной защиты пренебрегать нельзя. За несоблюдение этих требований по-прежнему предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Так, с началом ввода масочно-перчаточного режима уже было оштрафовано более 42 тысяч пассажиров. При этом сотрудники метрополитена и стражи порядка готовы идти на уступки к тем, кто забыл или якобы не знал о ношении маски и перчаток в общественном транспорте. Может выйти, приобрести средства индивидуальной защиты и зайти обратно через отдельный турникет, не оплачивая проезд повторно. Если после этого пассажир не надел маску, сотрудники метрополитена выписывают штраф 5 тысяч рублей, как этому мужчине. В магазинах для покупателей, не согласных с масочным режимом, штрафные санкции чуть меньше – 4 тысячи. В торговых точках с проверками полицейские тоже бывают регулярно. У меня нету ни масок, ничего. Возьмите, пожалуйста, наденьте, устраните на месте. Мужчина не отказывается, но и надевать ничего не хочет. Ну я вам предоставил, у вас есть маска, перчатки? Я не хочу. Ну покиньте тогда помещение. Покиньте, да. Крупные штрафы предусмотрены и для владельцев торговых точек, поэтому в этом магазине на входе стоит охранник. Он проверяет температуру у каждого покупателя и без маски и перчаток не пускает. Если средств защиты нет, их можно купить тут же. Гражданин готов приобрести в аптеке, если там есть. Да, пожалуйста, проходите по правой стороне аптек. Особая ответственность лежит на продавцах, ведь они не только обслуживают клиентов, но и работают с продуктами питания. В масках здесь все. Кто-то, увидев полицейского, спешно надевает перчатки. В суете торговых рядов тяжело не заметить человека в защитном халате. Проверяю температуру сотрудников и заношу список. Каждый день. По словам администрации торговой точки, помимо того, что продавцы павильонов должны быть в масках и перчатках, у них еще должна быть справка о том, что они либо имеют антитела и переболели коронавирусом, либо просто здоровы. Такая справка действительно есть. РНК не обнаружено. И по словам продавцов, проверку они проходят два раза в месяц. Мы уверяем, что проходим. Каждые две недели мы проходим. Но и это, конечно, не значит, что нужно успокоиться и потерять бдительность. Да и как показали результаты последних проверок, ситуация с соблюдением мер безопасности в столице не везде настолько благополучная. Денис Бушуев, Иван Перминов и Дмитрий Трудников. Петровка, 38. Более 400 пациентов с коронавирусной инфекцией принял за три месяца госпиталь московской полиции. Сегодня, когда ситуация стабилизировалась, медицинское учреждение вновь перепрофилировали для оказания плановой помощи стражам правопорядка. Максим Ларин о службе полицейских врачей на пике пандемии и о возвращении к привычной работе. В это сложно поверить, но около полутора месяцев назад именно здесь, в приемном отделении, начиналась так называемая красная зона. И все медработники были облачены в специальные противочумные костюмы. Сейчас мы находимся в обычной одежде. Единственное, пожалуй, что напоминает о том непростом времени, вот этот тепловизор, который в автоматическом режиме теперь всегда будет измерять температуру каждого, кто входит в приемное отделение. Температура пациента 36,4. В апреле госпиталь МВД за рекордные две недели был перепрофилирован в инфекционный центр на 300 коек и начал принимать пациентов со всей Москвы. Нам удалось разделить, как мы говорим, красные зоны и зеленые зоны. Мы соорудили санитарный пропускник для автотранспорта, который привозил к нам этих пациентов. Была полностью переоборудована система подачи кислорода для пациента. Сергей Мендель настолько был сосредоточен на работе, что даже не заметил, как заразился коронавирусом. Когда диагноз подтвердился, начальник госпиталя продолжил работать. Карантин он проводил в своем кабинете. Здесь я спал, здесь удобство необходимое каждому человеку. Ну и рабочее место вы уже видели, в общем-то. Для борьбы с коронавирусом все врачи госпиталя экстренно прошли переподготовку. Но инфекционистами пусть вынуждено и пусть на время стали хирурги, терапевты, травматологи, неврологи. Микробиология никогда не была моим любимым предметом во время обучения в институте. Но несмотря на это я учился и сдал ее на хорошо. Но никогда не думал, что жизнь заставит меня вернуться к этому предмету. За три месяца пациентами госпиталя стали более 400 человек. Заведующая терапевтическим отделением Наталья Власова на всю жизнь запомнит свою первую смену в так называемой красной зоне. В первую ночь где-то за 7 часов приняли 44 пациента. Это было много, да, сложно. И врачи работали на пределе своих возможностей. Но это было лишь началом большой борьбы. Наталья вместе с коллегами раз за разом входила в красную зону, пока не заболела сама. Вирус поразил 40% легких. Несколько мучительных недель она провела в госпитале в качестве пациентки. Потом долго восстанавливалась дома. На работу вышло, когда пик пандемии миновал, и госпиталь вернулся к прежней жизни. 26 июня был выписан последний пациент с новой коронавирусной инфекцией. И за три недели была произведена санитарная обработка всех отделений. В настоящий момент у нас имеется 28 отделений. И в ближайшее время мы открываем два новых отделения. Урологическое отделение номер 2 и гастроэнтерологическое отделение. Для ухода за коронавирусными больными госпиталь был оснащен и новым реанимационным оборудованием. Мы получили в достаточном количестве приборы экспертного класса, приборы аппарата искусственной вентиляции легких. Мы получили реанимационные кровати с расширенными функциональными возможностями. Мы получили достаточное количество следящей и дозирующей аппаратуры. Благодаря современному оборудованию удавалось возвращать к жизни самых тяжелых больных. Легкие этого мужчины были поражены коронавирусом на 90%. Забота врачей и новые аппараты поставили его на ноги. В дальнейшем это оборудование спасет огромное количество пациентов с самыми разными недугами. К спокойному и привычному графику работы вернулись все отделения. Но главное, госпиталь вновь принимает сотрудников полиции и ветеранов МВД на плановые обследования и лечения. Изначально я хотел сюда, в связи с тем, что я в прошлом году лежала в этом отделении гинекологическом. Я очень благодарна доктору, который меня прооперировал. Я прям очень хочу опять же к ней. А подполковник Рушан Махмутов наконец поборол приступы гипертонии. Какое давление было? 170 на 110. А сейчас это дело? А сейчас нормально. 130 на 90. Этот шлюз не просто напоминание о пандемии. Когда-то здесь медики облачались в противочумные костюмы и отсюда попадали в красную зону. А сейчас там хранятся индивидуальные средства защиты на два месяца беспрерывной работы. Но если когда-нибудь снова придется противостоять новой инфекции, процесс переоснащения займет считанные дни. Ведь бесценный опыт у врачей клинического госпиталя МВД уже есть. Максим Ларин, Иван Перминов, Петровка, 38. На сегодня у меня все. Берегите себя и до встречи через неделю.